не думали не гадали просто просто хотелось высказаться о том что достало мне безусловно и ребятам тоже конечно приятно что эта песня помогает людям выразить какое-то свое отношение к происходящему и какие-то какие-то эмоции ничем не прикрытые потому что там повторяется слово ненавижу и для нас это до сих пор актуально мы хотели рассказать совсем о другом о том что у этой ненависти к чему-либо должна быть обратная сторона если ты говоришь постоянно о том чего ты не хочешь о том что ты не любишь ты расскажи о том что тебе нравится чем вот эту вот пустоту если у тебя получится это разрушить чем ты будешь заполнять к чему ты стремишься и если ты не доносишь эту точку зрения вторую то есть куда нужно двигаться тогда все превращается в какой-то банальный нигилизм который как и у классика в отцах и детях не ведет ни к чему сомкнутые щиты они все ближе отвечу немножко издалека то что мы делаем оно не имеет никакого политического подтекста мы сами не хотим во власть мы никого не хотим во власть привести это скорее некая такая гражданская позиция что нас как граждан вот это волнует и мы вот этим вот не знаю общественным каким-то делимся с нашими слушателями и политика она конечно гораздо уже даже в понятийном смысле нежели нежели общественные и безусловно политические процессы в стране нас интересуют но не в лицах скажем так не какие-то на самом деле партии или политики вопросы совершенно абстрактные демократия свобода справедливость участвовал в одном из митингов в уфе когда причиной сбора людей на площади была попытка все-таки признать попытка уговорить власть признать недействительными давнишние уже декабрьские выборы в госдуму и собственно говоря люди которые выходили на болотную на сахарова они выходили в пик изначально за тем же самым мы оставляли нашим слушателям некие такие мычки в каждом альбоме в альбоме на части песни не простил в альбоме нет времени для любви песня прости о том что нас все и это все еще и этот вопрос эта проблема очень сильно волнует но рассказ хочется вести о другом о каких-то более глубоких проблемах у нас страна какой-то тотальной нелюбви и мне это кажется страшным мне в этом видится корень очень многих проблем вот уже тех проблем которые можно руками потрогать из-за этого состояния практически там некого абстрактного потому что люди не относятся с любовью к собственному делу не любят друг друга как сограждан как личности до человека можно просто любить по факту того что он человек даже этого достаточно для того чтобы относиться к нему хорошо и и самое главное хорошо относиться к себе потому что к сожалению очень многие наши сограждане они и себя не любят потому что есть поступки которые человек который себя уважает никогда не сделает потому что иначе он уважение к себе потеряет но многих это не останавливает и это приводит в результате каким-то внутренним противоречиям каким-то проблемам с совестью и и это это на мой взгляд это деградация потому что ну если человек совершает какие-то поступки с предсказкой да ладно чё там все свои то вот это такой звоночек потому что с этими словами люди уже не совершают ну какие-то поступки за грани нам очень приятно такая оценка но мы не альтернативная не панк группа мы играем рок который не хотим как-то классифицировать потому что с тем с тем что мы играем рок слава богу никто не спорит и на том спасибо все остальные подразделения придумали музыкальные критики и владельцы музыкальных магазинов потому что очень удобно выставить на одну полку музыку которую ты условно назвал панк-рок для того чтобы не ходить и не рассказывать по тысяче раз что а есть еще вот такая группа послушай а вот такая ты просто же он там на третьей полке посмотри но там на этой третьей полке в одном списке там будут и сам 41 и green day и sex pistols exploited и и кто угодно еще рэнсит и это очень разная музыка и который безусловно есть какой-то общий стержень общий знаменатель но это все настолько субъективно потому что для меня exploited и green day это коллективы из каких-то совершенно разных вселенных совершенно и которые делают совершенно не похожую музыку но и тех и других называют панк-роком так вот меня это не устраивает я не хочу быть не тем классифицированным не хочу чтобы кто-то там как-то обозначал то что мы делаем потому что мы все равно вывалимся за тем рамки за те рамки которые нам рисуют панк-рок ну не знаю песня гореть панк-рок ну извините нет даже близко и и ни за какие уши вы ее туда не затащите и таких примеров у нас будет огромное количество поэтому как то так это один из примеров того о чем я раньше уже говорил когда ну нету любви если человек себя любит то он никогда специально не вывалится за рамки некого ну не знаю там собственного достоинства что есть есть пределы можно не рассчитать своих сил это другой совершенно вопрос но когда ты едешь туда с конкретной целью узнать где у тебя предел и сколько и сколько в тебя еще по месяца алкоголя тогда конечно речь ни о каких случайностях не идет и честно скажу мне 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 все равно я устал от людей которые от которых с которыми бесполезно разговаривать на эти темы они не способны воспринять эту информацию и причины этой неспособности совершенно разные они может быть не способны на интеллектуальном уровне на каком-то ментальном уровне не способны потому что менталитет сложен не способны на каком-то уровне духовном потому что они мучаются от того что им самим не нравится так но духа собраться и что-то изменить в них не хватает и мне просто с ними не по пути они существуют рядом где-то как-то и и я надеюсь просто что их будет все меньше и меньше но честно скажу надежды эти такие очень зыбкие очень зыбкие потому что нет ничего страшнее чем дурацкое воспитание плохое воспитание ребенка и есть потрясающая поговорка английская ты можешь долго учить ребенка как правильно а как неправильно но в конечном итоге он все равно сделает как ты поэтому не воспитывай ребенка воспитывай себя и мне очень жаль что вот эта преемственность поколений она существует в нашей стране и что наш барабанщик дэн недавно рассказал анекдот потрясающий он про нашу страну объявления в детском саду уважаемые родители следите пожалуйста за собой дети после выходных чокаются чашками и вот ну мне нечего к этому добавить и мы с тобою станем вместе как сиренетти сиренетти и ни за что не доживем до пяти мы сиренетти сири а кто есть на телевидении группа зверя нас нет на телевидении потому что мы не группа зверя а какой как вы вообще относитесь к отечественному современному телевидению оно разное оно разное есть и всегда были передачи которые не стыдно смотреть и не стыдно признаться в том что ты потратил на это время например например все что делает познер меня совершенно устраивает это очень авторская программа в которой нередко проскальзывает какое-то субъективное отношение и мнение Владимира Владимировича и его за это нередко критикуют что он не всегда подходит с разных сторон к одному и тому же вопросу но он делает авторские программы и этот формат позволяет ему так себя вести поэтому критиковать не надо попробуйте лучше сделать а детям вы разрешаете смотреть а у меня дома нет телевидения там просто провод отрезан поэтому я на телевизионные передачи натыкаюсь в гостях в туре в гостинице где-то еще если выходит какая-то передача которая мне безумно интересна я ее смотрю в интернете онлайн не спеши точить ножи скажи зачем тебе война твоя жизнь не только злость вся твоя злость всего лишь за тона благодаря телеканалу Иван он делал все это вот что называется в одного благодаря тому что существовал канал пошла волна и вы там были и мы там с определенным моментом были но при этом нужно сказать что конечно там были еще и определенные совпадения потому что незадолго до появления первого альтернативного в том виде в котором он стартовал был всплеск популярности альтернативной музыки и коллективы там стигмата дженер психея они имели огромное количество слушателей по всей стране и практически вслед за вот этим взлетом этих трех коллективов появился телеканал который культивировал это направление в музыке и поэтому общему движению удалось придать вот прям такое достаточно мощное ускорение мне сложно понять почему те ребята которые ходили на выступления вот этих групп почему они все настолько резко отвернулись от тех коллективов которые там еще вчера можно сказать боготворили я не могу найти ответ быстро может быть кто-то кто гораздо больше погружен в эту субкультуру знает в чем причина я нет я не рок-звезда и не примерный семьянин поэтому мне сложно ответить на вопрос я выпиваю но в каких-то не знаю разумных количествах для того чтобы было хорошо и весело но прекрасно знаю там какие-то свои пределы дальше которых не весело и не хорошо наркотики нет не употребляю и не знаю почему рокер обязательно должен бухать и колодцы стереотипы мне не нравится стереотипы нет не атеист между верой и религией на мой взгляд существует пропасть огромная которую я не знаю чем можно заполнить только созданием каких-то религий с нуля но мне кажется что и это не выход потому что есть вещи которые у человека не получится и я я верю но далек от всех конфессий культов мне интересно читать библию мне интересно читать коран я не очень глубоко но погружен в то что пытался после себя оставить лао цзы или немножко ориентируясь в том что происходит в кришнаинском мире но что что-то знаю глубже что-то совершенно поверхностно и в общих чертах меня меня не тревожит моя дальнейшая судьба в смысле взаимоотношений с всевышним потому что я лично для себя понял что правильно а что нет и что в конечном итоге имеет смысл а что не имеет и я это просто знаю и стараюсь жить в соответствии вот с теми принципами которые может быть сам для себя придумал может быть в этих книгах во всех отрыл я не знаю откуда они взялись но мне хорошо мне просто хорошо я себя чувствую прекрасно и мне не нужно совершать никаких обрядов для того чтобы мне стало еще лучше дружбе и мы не сможем быть Субтитры создавал DimaTorzok